Всем привет! Самолеты захватывают воображение многих людей, и это неудивительно. Ведь каких-то сто лет назад никто и не мог предположить, что многотонные аппараты будут бороздить небеса со скоростью, намного превышающей скорость звука. Сегодня речь пойдет о самых худших реактивных самолетах в истории человечества. Также хочу отметить, что это не то, а просто перечисление 10 самых плохих реактивных самолетов. Итак, приступим. Итак, первый самолет в нашем списке это Vought FCMU Cutlass. Перед приобретением Northrop Grumman компания Vought выпустила некоторые из самых известных и самых успешных самолетов в истории ВМС Соединенных Штатов. Во время Второй мировой войны Vought разработала F-4U Corsair, который использовался в боях на Тихом океане. Во Вьетнаме же использовался знаменитый палубный истребитель F-8 Crusader. В этот период Vought проводил разработки необычных самолетов, таких как F-7U Cutlass. Изначально проект F-7U предназначался для модернизации ВМС США, но в ходе испытаний выяснилось, что это чрезвычайно опасный и ненадежный самолет. Несколько пилотов погибли в результате аварии и несчастных случаев. У Cutlass был уникальный дизайн для того времени, в частности двухкилевое хвостовое оперение, построенное по аэродинамической схеме без хвостка. Тем не менее, во время тестирования выяснились очевидные проблемы. Несмотря на то, что Cutlass развивал скорость выше 1000 км, у него были огромные проблемы с двигателями, которых попросту не хватало тяги. И что ж, второй самолет в нашем списке – это польский ПЗЛ М-15. Является одним из самых странных на внешний вид самолетов, которые когда-либо пошли в серийное производство. Это был единственный серийный реактивный биплом в истории, а также единственный реактивный самолет для опыления химикатами сельскохозяйственных культур. Советские власти в 1970-е годы почувствовали острую необходимость замены сельскохозяйственного воздушного флота, в котором использовались устаревшие самолеты, учитывая, что в течение многих лет совхозы использовали польские сельскохозяйственные самолеты. Именно польская компания ПЗЛ начала разрабатывать новое воздушное судно. Одним из требований было то, что в новом самолете должен был использоваться реактивный двигатель, что ранее никто не делал. Когда ПЗЛ построил тестовый реактивный самолет, обнаружилось, что его крейсерская скорость составляет всего 161 км в час, а максимально 200 км в час. В итоге М-15 не оправдал ожиданий, поскольку он был слишком неэкономичным, а скорость оставляла желать лучшего. Было построено всего 175 экземпляров, после чего проект был закрыт. Когда в 1969 году на вооружении британских ВМС был принят Harrier Jump Jet, истребитель с вертикальным взлетом и посадкой, то Советский Союз начал разрабатывать собственный легкий палубный штурмовик. К сожалению, Як-38 в итоге стал одним из самых бесполезных морских самолетов, когда-либо введенных в эксплуатацию. Несмотря на косметические сходства с Harrier, в Як-38 использовалась другая система подъемных двигателей. Из-за этих различий в конструкции Як-38 использовал во время взлета гораздо больше топлива, чем Harrier. Это значительно ограничивало боевое радио действия самолета. С полной боевой загрузкой дальность полета Як-38 составляла всего 680 км, или 500 км при вертикальном взлете. Также, для того, чтобы максимально облегчить виды самолета, в нем было предусмотрено только 4 внешних пилона для оружия. И следующим самолетом в нашем списке стал Bristol 188. В 1947 году Чарльз Йегер первый преодолел звуковой барьер на самолете Bill X-1, тем самым открыв новую эру в авиации. После этого в разных странах начали активно разрабатывать собственные реактивные самолеты, большинство из проектов которых оказались неудачными. Таким оказался и Bristol 188, футуристический самолет из нержавеющей стали, который по проекту должен был развить скорость 2,6 маха. Предполагалось, что на таких скоростях корпус будет нагреваться до 300 градусов по Цельсию, из-за чего Bristol 188 получил прозвище «Пылающий карандаш». Во время первого же тестового полета обнаружилась проблема. Взлетная скорость 188 составляла 480 км в час, что являлось перебором для любого самолета. Для взлета «Пылающий карандаш» нуждался в чересчур длинной взлетно-посадочной полосе. Последним гвоздем в гроб Bristol 188 стало то, что ему не удалось достичь даже скорости в 2 маха. Пятым нашим самолетом стал Макдоналд XF-85 «Гоблин». В течение многих лет предпринимались попытки построить так называемые паразитные истребители, которые бы состыковывались с помощью сцепки с тяжелыми бомбардировщиками и защищали летающие крепости от перехватчиков. В 1948 году компания Макдоналд презентовала XF-85 «Гоблин» – крошечный и странный истребитель-паразит, который бы перевозился в бомбовом отсеке B-36, модифицированного бомбардировщика B-29. К сожалению для Макдоналда «Гоблин» оказался полным провалом. Несмотря на то, что самолет получился чрезвычайно стабильным, он мог крайне слабое вооружение – всего 4 12-мм пулеметов. Также во время первого испытательного полета пилоту Эдвину Шоху не удалось пристыковаться к выносной трапеции B-29. Шестой самолет в нашем списке – это БААТ-152. Хотя Германия сыграла ведущую роль в разработке реактивных самолетов во время Второй мировой, разрушение немецкой авиационной промышленности и ее медленное послевоенное восстановление привели к тому, что Германия изначально отставала от других мировых держав в развитии послевоенной реактивной авиации. Первый реактивный самолет был построен в 1949 году, но только в 1956 году немецкие авиационные конструкторы начали работу по разработке собственного реактивного пассажирского авиалайнера. Инженеры из ГДР, которые ранее работали в компании Junkers, разработали БААТ-152, ставший первой турбореактивным пассажирским самолетом в Германии. В самолете была использована необычная силовая установка. Стреловидное крыло из шасси, подобное тому, которое стояло на американском B-47. К сожалению, во время второго испытательного полета прототип-152 разбился, при этом погиб весь экипаж. Инженеры внесли существенные изменения во второй прототип, полностью переделав конфигурацию шасси и изменив обтекали двигателя. Но эта идея также оказалась неудачной, и в 1961 году проект был закрыт. И седьмой самолет наш – это Ту-144. В 1960-х и 70-х годах вошли в моды сверхзвуковые самолеты. Англичане и французы разрабатывали «Конкорд», а в СССР был разработан почти идентичный Ту-144. Хотя сверхзвуковой самолет был передовым для своего времени, Ту-144 оказался одним из худших самолетов, когда-либо введенных в эксплуатацию. Первый полет авиалайнера «Туполева» был произведен за два месяца до полета «Конкорда». С самого начала с Ту-144 возникало множество проблем. Первый пассажирский прототип потерпел крушение прямо на глазах публики во время демонстрационного полета в Ле-Бурже в 1973 году. Тем не менее, началась коммерческая эксплуатация самолета. После нескольких полетов инженеры обнаружили, что корпуса Ту-144 находились на грани полного разрушения конструкции, в то время как у других самолетов отказывали некоторые системы прямо во время полета. Хотя аварий больше не было, всего после 55 рейсов самолет прекратили использовать для пассажирских перевозок. А через 50 рейсов, где Ту-144 выступал уже в роли грузового самолета, от его эксплуатации отказались полностью. Ну а мы переходим к восьмому месту. Это у нас «Дазл Бальзак 5» или же по-другому «Мираж 3-5». В основном, проекты истребителей с вертикальным взлетом и посадкой оказывались неудачными. Когда англичане разработали «Харриер» в конце 1960-х, французы также начали работу над собственным истребителем вертикального взлета и посадки. Идея оказалась хорошей на бумаге, но полностью провалилась на практике. Компания «Дазл» оснастила один из первых прототипов «Мираж 3» восьмью подъемными реактивными двигателями. Самолет, получивший название «Бальзак 5», через несколько месяцев испытательных полетов потерпел катастрофу, перевернулся во время посадки. При этом погиб летчик-испытатель. «Дазл» восстановила прототипы и продолжила тестирование. В 1965 году при испытании погиб американский летчик. Самолет существенно переделали и назвали «Мираж 3» или «5», так как и у его предшественника у него было многообещающее начало, но вновь случилась катастрофа и проект окончательно закрыли. И девятый наш самолет – «Де Хевелленд Комет». Среднемагистральный пассажирский реактивный самолет «Де Хевелленд» привел Великобританию в восторг. Самолеты «Комет», первый вылет которого состоялся в 1949 году, пророчили большое будущее, поскольку он стал одним из первых реактивных авиалайнеров в мире. К сожалению, «Комет» стал слишком передовым для своего времени, а инженерам «Де Хевелленд» не хватило понимания того, как проектировать авиалайнеры. Их просчеты привели к гибели десятков пассажиров. Первая авария «Комет» произошла в 1952 году, когда самолет не смог залететь и съехал с конца взлетно-посадочной полосы. Несколько месяцев спустя, в 1953 году, произошла идентичная проблема в Пакистане, которая на этот раз привела к гибели 11 человек. Пока проводилось расследование относительно причин случившегося, очередной «Комет» просто распался в воздухе на взлете в индийском аэропорту. Погибли все 43 человека, находившиеся на борту. Чуть более года спустя, 10 января 1954 года, еще один «Комет» пострадал от взрывной декомпрессии в воздухе и упал в океан, в результате чего погибли 35 человек. Как оказалось впоследствии, к аварии привело то, что у «Комет» были квадратные иллюминаторы, которые могли разрушаться на высоких скоростях. Ну и завершает наш список «Роус Ройс Труаст Миссуринг Рик». Просто посмотрев на этот воздушный аппарат, сразу можно сказать, что летать на нем было безумно опасно. «Роус Ройс Труаст Миссуринг Рик» известна в просторечии как «летающая кровать». Использовался для тестирования возможности вертикального взлета и посадки воздушных судов. Он, по сути, представлял собой два реактивных двигателя, прикрепленные к небольшой раме. У него не было ни фюзеляжа, ни крыльев, ни управляющих поверхностей. Только топливные баки, двигатели и пилот. Трагедия случилась в 1957 году, когда летающая кровать перевернулась и раздавила пилота. «Роус Ройс» забросил дальнейшее тестирование после этой катастрофы и начал исследовать другие формы двигателей SVVP, что в конечном итоге привело к появлению «Харри». Продолжение следует...